Память Андрея Сахарова в Нижнем Новгороде увековечили бронзовым бюстом. Сегодня состоялась церемония открытия памятника академику рядом с домом, где он провел годы политической ссылки. Средства на памятник собирали всем миром. Нижегородцы пожертвовали более 8 миллионов на скульптуру. Открытие памятника было приурочено к 25-летию со дня смерти академика. На церемонии присутствовали его родственники, соседи и первые лица региона. Андрей Дмитриевич как живой, потому что я в этом доме живой. И с первых и до последних дней мы здоровались, общались. Говорят, нельзя было здороваться. Да, нельзя было здороваться, но мы здоровались. Мы за всем смотрели, как он в машину садился, как он в машину мыл маленькой тряпочкой. Такой вот, ну просто вот наш. А жена его, Елена Боннер, она у меня болел ребенок, она мне даже давала советы, как лечить ребенка от аллергии. Не однозначно в свое время, конечно, к нему относились. Были такие люди, которые, так сказать, были и настроены не очень хорошо, плевки, можно сказать, душу давали. Ну это ведь, знаете, во все века такое было. Шесть лет был соседом с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, потому что я вырос здесь, в Черебенках. Я неоднократно бывал здесь. Конечно же, мы знали о том, что в этом доме живет сначала просто кто-то загадочный, когда это было там в 80-м году, я учился в 5-м, 6-м классе, а когда уже в 85-м году я заканчивал школу, мы сюда приходили с ребятами специально, смотрели, видели мы то называемую Волгу. Великолепный памятник. Мне все понравилось. Очень похоже. Очень похоже. Хочу сказать вам огромное спасибо. Мне все очень понравилось. Вы очень много все угадали. Знакомлюсь с портретом, ну, с образом Сахарова. Это вот такой немножко очень интеллигентный, в чем-то даже вот на фотографиях неуклюжий, рассеянный мне говорили о том, что бывало... Это человек типа мыслитель. Вот-вот-вот. То, что он мог... Вы хотели сказать, что папа мог перебужить шапки? Да-да-да. Ну, вот-вот. Шарфы, да-да-да. Он очень любил людей, человека, уважал их свободу, права, боролся за эту свободу. Мне близка позиция покаяния. Я понимаю, почему люди так думают. Хотя папа никогда не требовал никакого покаяния ни от кого-либо, да, ни в Горьком, ни в Москве. Кстати, на создание памятника 5 миллионов пожертвовал и бизнесмен Михаил Прохоров. Он также должен был присутствовать сегодня на открытии, но не смог вылететь в Нижний Новгород из-за плохой погоды. А-да-да.